Всем привет, ребята! С вами Борода, это канал Ненави, и сегодня мы посмотрим новую игру на телефончик Зомби Кризис. Давайте посмотрим, что она из себя представляет, и насколько хороша, либо нехороша. Ты очнулся? Тебе невероятно повезло. И если бы не наш поисковый отряд, то эти зомби сожрали бы тебя. Но не волнуйся, эти мерзкие зомби тебя не укусили. Ты просто потерял сознание. Теперь ты в безопасности. Послушай, если ты хочешь жить в сообществе, то должен проявить себя. Ой, новичок, тебя познакомили с Риком? К сожалению, здесь уже полно народу. Пожалуйста, отыщи Рика. Короче, ребят, эта игра напрямую связана с The Walking Dead. Что ж, следуй за мной. Я покажу тебе здесь всё. Стресс нужно снимать в этом баре. Тут можно найти новых друзей. Базовое приглашение даёт героев низкого качества. Для него нужно просто сотовое. Так, мы получили нашего первого героя. Крутнули. Продвинутые приглашения даёт героев высокого качества. Давайте попробуем. Так, у нас тут какая-то монахиня прилетела. Похоже, мы нашли новых друзей. Теперь задания будут внимательны. Нажми на кампанию, и тогда сможешь перейти к поиску предметов. Так, хорошо. Идёт бой. Давайте посмотрим, как происходит здесь боёвочка. Поставим героев. Дальше, я думаю, мы всё об учении текста просто пропустим. Окей, получили награды. Короче, условно-автоматизированная боевая система. Они самостоятельно подходят к тебе, и, в принципе, боёвочка происходит. Получили пушку, получили ресурсы, деньги, опыт, и получили 10 единиц пазла на открытие нового героя. Так, сейчас нам показывают, что мы получили. Да, вот 5 из 10, поэтому можно собрать. Как всегда, в каждом из таких заданий очень много долбанных квестов, которые нахрен не надо. Отправляемся дальше. Компанию сделали. Незамысловатые действия. Так, добавляем нового бойца. Что не так? Ограниченное количество действий, я также из-за того, что проходим обучение. Нарисовка монстров крайне странная. Так, забираем кучу всяких плюшек. Но это базово, сейчас это дыкает везде в каждой игре. Поэтому, нечего удивительного. Крутим еще на одного героя. Так, тоже трехзвездочный. Так, меня интересуют настроечки, которые меня просто не пускают. Меня это раздражает. То есть, я должен в первую очередь зайти и настроить игру. У меня это не получается. Мне приходится, блин, мучиться постоянно с настройками, со всем этим бредом. Пока не пройдешь обучение. Мы получили рейка. И получили еще кого-то байкера. Так, наконец-то можно дойти до настроек. Отключить все лишнее, которое меня очень сильно раздражает. И начинать ознакомиться с игрой в целом. Видим, что графика слабоватая. Но тоже, я бы сказал, даже скорее на любителя, нежели вот прямо что очень ужасная. Потому что каждому свое. Но вот что лично вижу сразу я, это то, что очень много всего понатыкано. Я думаю, можно было бы как-то это все сократить и сгруппировать. Потому что, ну, чертовски много. Так, хорошо. Пойдем еще в компанию. Посмотрим еще боевочку. Хорошо. Эту мы забираем. Пошел идет поиск. То есть, у них идет такая боевка. За эту боевку мы тоже будем получать награды в этом сейсе. И плюс, помимо этого, мы можем делать обычный байт стандартный, который сейчас происходит. Так, ждем пока они подходят. После того, как делают вход они, начинаем ходить. Ну, пока без потерь. Получили сланцы. А, давайте. У нас есть? Да, есть. Уже восьмой уровень. Понятно, что половину мы получили именно из прохождения обучения. Но, тем не менее. Так, где у нас был бар? Вот бар. Можно будет насобирать 2200. И, в принципе, крутнуть 10 раз. Посмотреть, какие герои с каким шансом все-таки выпадают. Так, содовой у меня вообще нету. Но, я думаю, мы ее накопим. Это не проблема, в принципе. Так, здесь у нас тоже уже получаются... Есть награды. Это награды за нахождение в онлайне, в игре. Окей. Так, и я хотел бы, наверное, перераспределить вещь. Надо вот Рик одеть, потому что он 4 звезды. Пока он самый крутой получается. Ну, это логично. Типа же главный герой. Хорошо, мы его приодели. Наверное, больше у меня ничего же нету. Да, все, окей. Можно идти дальше, проходить кампанию. Так. Поехали, посмотрим, что у нас тут. Так, вот здесь должно быть хорошо сейчас. По наградам получать 100 минут. Но, скорее всего, что это будет тяжелый бой. Да, это бой с боссом. Но ничего, так как у нас тут немного, а он один. А мы с вами прекрасно знаем, что на первоначальных этапах просто не будут тяжелые. Отлично. Так, получили это, но там больше наград показывается. Там показалась награда не с каким-то героем, но ее сейчас я попросту не увидел. То есть, либо показывается возможная добыча, которую ты можешь получить. И она идет как бы рандомная. Сейчас будем проверять. Так, поехали. Вот, кстати, что я вам хочу сказать. В принципе, игральчик не цепляет. Я не скажу, что она уникальна в своем жанре. По ходящим местам мы смотрели в много различных. Были по-моему, были по-моему. Но в целом, в целом, на данном этапе цепляет. Посмотрим, насколько у меня хватит. А, видимо, мы этап 5 видео должно быть. Но если она хороша, то можно будет именно 10. Так, забрали свои награды. Идем дальше. Посмотрим. Это этап 1.7. Я бы хотел бы идти до этапа 1.10. По идее, там, хотя бы, вот, 8-9. Вот, на 9-ом, скорее всего, будет. И вот этот этап со всякими кроссовками. И новым героем должен нам контактаться. Ну, уже посложнее сейчас приносится. Надо сделать прокачку. Хотя бы, вот, монашку Рика прокачать. Монашка, кстати, не очень полезна. Вот, ее параллесом не уничтожается. Ну, это видно, что прям вот сложно идет. В любом случае, надо будет прокачку делать. Так, окей. Пошли прокачаем героя. Так, давайте сначала Рика, наверное. Так, 3 из 3. А 5 из 5, сколько у меня? Ну, у меня, в принципе, хватает. Возможно, я смогу даже прокачать 30 из 30. Давайте проверим. Возможно, денег не хватит. Да, денег не хватит. Но 27 из 30 мы уже выкачали. Это 30 будет максимумом. По идее, сейчас Рик должен просто жестко разносить. По идее. Сейчас посмотрим, насколько это изменится. Как бы 20 из 30 это сильно. Поехали в бой. Будем смотреть. 186 даманов. По-моему, очень даже тащибельно. Не знаю, заметили ли вы, какой он наносит дамаг. Но вот, особенно массовым, это жестко. Очень большая облюха такая идет. Идем в следующий бой. И есть разница. И есть разница. В целом, если так посмотреть, я думаю, в принципе, с легкостью наносим. То есть я не вижу никаких проблем. Я не пойму, вот, перед этим мы были здесь. Теперь мы вот здесь. Мы в эту сторону идем наоборот. То есть мы прошли уже этот этап. Мы идем вперед. Я думаю, мы идем с этой стороны. А получается, мы идем наоборот. То есть нам две миссии пройти, и мы получим вот эти вот награды тогда. Окей. Хорошо. Потому что, ну, как-то не указано было, в какую сторону мы идем. Я немного перемешал. Поехали. Единственное, мне бы хотелось все-таки какого-то, хоть небольшого, но участия во время боя. Это мне. Ну, тут чисто Риг затащил. Потому что у него прокачка-то посильнее. И получается сейчас сочный этап. Он должен быть крайне тяжелым, по идее. Но я это не хочу. Но я хочу потестировать. Так, и у нас тут показывает, что у нас должен быть переход. То есть это не просто, а прям вот переход-переход. Ничего себе. Вот как оно. Кстати, тут, получается, у нас состыковочка уже с таким, как я. Давай посмотрим. Ну, здесь прям посложнее. Тут людей много. Скорее всего, можем даже не вывести. Ну, разве что за счет массовых ударов. Потому что у реки массовый очень хороший. Да, отлично, вывозим. Так, ну что, ребят. Я думаю, на этом мой первый выпуск по зубик-фиксу закончим. И далее будем более углубляться и более интересные вещи рассказывать вам. Поэтому не забывайте подписываться на канал, на телеграмчик. Все ссылочки в описании. Большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok